Шанти-шанти рэв. И внезапно виноградный зука. Напиток растворимый. Вообще, вообще тут написано на 1 литр. Но как бы реальность такова, что у нас нету 1 литра. Да и желание этот литр потом пить, потому что у нас столько не лезет. Поэтому у нас будет 1 термочашка. Это же бодяга. Да, это будет бодяга. Ну, мы попробуем. Как там черным окрасилось горло барана в горном ауле практически, да? Пахнет оно вот сейчас. Как знаете, алкогольные напитки. Твой день, свежий день. Как они назывались, помнишь? Такая полторашка лимонада со спиртом. Вот запах такой пока. Еще немножко и кетчуп. Цвет скорее коричневый даже, чем красный вот получился. Запах вблизи меня не о многом говорит. Скорее сладость какая-то появляется. Вот если свежий зеленый хороший чай, например, китайский изумрудный чай, молодые такие, знаете, иголочки, они тебя уносят в свежие поля. Когда ты закрываешь глаза, отпускаешь все, и журчит ручей, там где-то цикада вдалеке, ветер дует, чувствуешь это на лице практически солнце заходящее. Может быть, там какая-то появляется изморосит земли потихонечку. То здесь я закрываю глаза и чувствую какой-то, знаете, зал павильонов бетонный, с бетонными автоматами. Где-то за углом должны продавать какой-то этот хот-дог, обязательно завернутый в целлофан и разогретый в духовке. Вот так вот было в 93-м году, когда я был мелкий, меня возили на продуктовые рынки. Пробуем. Вставляют. Хоть легенда про легендарный балаковский, по-моему, коктейль, смесь из кофе, коньяка, жгучонки, который пился, высота бралась, а потом у людей иногда сердце отказывало. Вот это что-то такое. Я тебе предлагаю попробовать, потому что оно получилось уровня компота. И вот в таком виде оно прям штырщие, оно прям прикольное. Мне надо ничего не разбавлять, я не буду предлагать туда спирта добавлять, как обычно, нет. Вот это хшхень, она самодостаточная. Да, она дико сладкая, да, конечно, в городе такое я вам не рекомендую вообще никогда пить. Но скажу, она вставляет и доставляет, да? То есть вот где-то вы устали прям плохо, вам печенье не нужно, мясо не нужно. Вот это выпили. Может быть на троих. И вперёд. Прям покорять все вершины. То есть в таком варианте это маленький набор быстрого получения энергии и интересных впечатлений от жизни. Так что одобряю. Вкус, конечно, звука, да, но вообще прикольно.